Гадина на прямую телефонную линию и еще две на особистый прием грамадян. Спис огученных пытаний оказался разностаенным. Один из первых звонков – скарга на повышенные тарифы за оплату с пожитой теплоэнергии. На место одразу накированы специалисты коммунальной службы, которые должны встретиться с потелефоновавшим. Еще один представник райвы Канкама, отрымливая загад, выехать у вёску старая Ясковщина. Мясовая же харка поскарделася на незадовольняючи стан дороги. Наша здымочная группа так само переканалася. Удренная надворья проехать паёй саправды складана. По словах вязковцев, у таким выпадку аутокрама может доехать только с допомогой трактору. Даручение губернатора на вести парадок. У вогули на прямую телефонную линию у Чачерску поступает пять звонков. Два з яких – аджихару Гомеля. На думку Геннадзя Салауя, невеликая колькасть воротов свечене реальной работы керауниства рэбы Канкама. Это количество обращений говорит, чем их меньше, то, значит, и власть к ним обращает внимание на те проблемы. Да, может быть, до кого-то и не дошли, понятно. Но мы видим, что сегодня люди не так высказывают свою негативную отношение к местной власти. Они говорят о том, что необходимо решать. Размову, яка отбылась по честь особистого приема, можно назвать конструктивной. Уздымалися сэправды актуальные для людей питания. Ніна Ярашенка пришла с коллективным зворотом, адже хару двух домов по улице Кастрыжненской. Специальная комиссия официйна признала их непригодными для жилья. Будинки не отповидают санитарным и техническим потребованиям. Здадзены у эксплуатацию, а маль 60 лет тому, гэтые дамы уже не подлягают ремонту. Подлога у квартирах с тяжкостью вытримливая вагу дорослого человека, а выйстя на балкон у воголя немагчыма. Тагачасные архитекторы просто не продуглезили дверей. Просьба же харуу побудовать для их арендное жилье, а старые – побудовы знести. Старшиня Абывы Канкамас пропановый погаджается. Я очень довольна приемом. Во-первых, я понимаю, что наш вопрос уже будет положительно решен. Во-вторых, эта форма взаимодействия с населением, она очень эффективная. То есть, пообщавшись, ты можешь задать любой вопрос, какой-то наболевший. Ну и, соответственно, ждать более быстрого решения. Яшэдзинь зворот от гэмельчанина. Размова об увековечванне памяти героя Советского Союза Емельяна Барыкина. На початку войны он был одним со створальникам Гомельского полка народного ополчения. Подчас оккупации начальник штаба партизанского злучения. Пасля вызволения один с керонюков города. Захавать память об им минавитоу нашей в области. Долг с участникам. Правда, пакуль, размовы не едзе об установце помника. Почась можно со створения граффити, с выявой героя. Получилось, что ни памяти, ни материальных носителей этой памяти может просто в городе не остаться. Может быть, вот это граффити могло бы положить какое-то начало этому процессу, но как-то об этом нужно задумываться, потому что, ну, то есть Барыкин, с него бы хорошо было начать. А эту работу надо, может быть, даже сделать спланово. Это не вопрос. Дело в том, что, на самом деле, по граффити нет проблем. Мы рассмотрим вопрос, может быть, в следующем году, может быть, в этом году надо подобрать здание. Мне там уже рассказывали, что есть дом, который хорошо виден, и площадкой хорошей может быть. Понятно, что применяются такие масла и краски, которые сегодняшний день имеют хорошую палитру и имеют возможность сохраняться долгое время. Поэтому посмотрим. Я здесь не вижу проблем. Самое главное, второй вопрос, что мы сегодня акцентируем внимание, чтобы все наши люди понимали, что это делается для тех людей, которые на сегодняшний день защитили нас. И мы спокойно сегодня живем в нашей Беларуси.